Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостун. Сегодня бросим первый взгляд на игру по названию The Walking Zombie 2. Или просто Walking Zombie 2. Точно не скажу, мне один подписчик несколько раз писал сыграй, 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 сыграй. Ну вот, решили сыграть. Посмотрим сегодня, что за игру ли. Игрушка несвежая, 2019 года. Скажи, если понадобится помощь. Ну ей там явно какая-то помощь нужна. Она заражена, мы должны ее убить. Она может обернуться в следующую секунду. Я знаю, но мы должны спасти ребенка. Это было ее последнее желание. Это мальчик. Как его назовем? Да я не знаю, знаете, рисковая вещь. Сейчас родит какого-то полузомби. Зомбиус, можно меня бы звать? Товарищ Зомбиус. Вот так вот, именно Беус. Мне почему-то охота через Е. А как его мать? Она выглядела неважно. Осторожно. Она сбежала. Да что же вы совсем за ней не следили? Бежим. Мне кажется, они слишком... Слишком как-то себя... Неосторожно ведут для мира, в котором они живут. Должны там, знаете, она рожает, а трое парни с автоматами рядом стоят. Так, ВСД перемещаться, перезарядить КУС, сменить оружие, Е, кнопка действия, ТАП, открыть, закрыть. 1-2, выбрать оружие. Оружия у меня немного, 1-2. Ну там, видать, выбираешь, да, два активных слота, 3-4 использовать. Наверное, там какие-нибудь гранаты, аптечки. Окей. Нажмите где угодно, чтобы продолжить. Давай я ближе подойду, чтобы это не мазать. Просто я чувствую, вы не особо торопливые ребята, да? Охота в голову вам стрелять. Сейчас, правда, со спины мне могут подойти, да? Вроде, вроде там никого в моей спине нет. Тыщ, тыщ, тыщ. Так, где еще? Да, я вовремя закончил здесь, потому что тут уже такая делегация. А вы куда? Они как будто, знаете, куда-то, как будто куда-то, я не знаю, в библиотеку идут, таким дружным строем. Все, с этими ребятами справились. Давайте перезарядимся. Тут еще девушка есть, симпатичная. Домохозяйка. Спасите ребенка, миссия обновлена. Так, у нас даже подсказочка есть. Он тут за деревом. Этот ребенок, это я, да, типа? Судя по тому, что мы ему имя дали. Ого. Положите ребенка. Возьмите миниган. Уничтожьте прибывающую орду зомби. Их там 30 штук, ребята, будет. Я надеюсь, мне сейчас, да, можно особо не париться по поводу патронов. Судя по всему, это же первая миссия. Ну, зомби пока что, как бы, оставляют желать лучшего, да? Они медленные. Ой, е-мое. Но все равно тут надо по сторонам смотреть. Чтоб к тебе не подкрались. Ну, и мне кажется, в будущем тут, наверное, будут какие-нибудь зомби, которые будут не только медленными, но и там иногда какие-нибудь рывки делать. И, я не знаю, бросаться у вас каким-нибудь... Отрывать от себя от конечностей и бросаться в вас или что-нибудь такое. Ну, что не все так будет просто, как в первой миссии. Но выглядит забавно, да? И такая предыстория. Двадцать лет спустя. Блин, ну могли бы хотя бы какие-то промежуточные этапы. Этот молодой герой вырос среди бродяг, нашедших пристанище в окрестных лесах. Фрэнк. Защита леса. Предательство друзей. Что предательство друзей? Они рыщат среди развалин, старых городов, в поисках снаряжения, еды и медикаментов. Лейла. Исцеление людей. Забота о дочке. Это их увлечение? У парня увлечение предавать друзей? Ребята, нафиг такой чел с такими увлечениями? Члены сообщества жителей леса избегают праздного времяпрепровождения. Старшой. Увлечение, на это нет времени. Правильно. Они слишком хорошо знают, что любая остановка означает смерть. Или что хуже, не смерть. Альфа-самец. Охмурять зомби на рассвете, его работа. Так, и у нас какой-то тут алкаш еще. Избранный. Спасение мира. Подчинение приказам игрока. Это The Choosing One. Они там, знаете, сразу-то такой Fallout. Судя по всему, избранный это я, да? Вот это вот, алкаш-одиночка. Хе-хе-хе. Так, у нас 55 хп. У нас уже есть какое-то задание, да? Но можно я тут все-таки осмотрюсь ящики? О, могу открыть шкаф на ешку. Фига себе тут арсенал. Ладно, закрой обратно. Пойдем, в общем, это... Пойдем куда ведут. О, тут какая-то девочка есть. Эй, как тебе тут живется? Нормально все? Твое детство не слишком омрачено? Старшой, что скажешь? С 20-летием тебя. Ну, какие ощущения? Я жажду действий. Давайте так сразу. Теперь ты будешь ходить в походы. Мы рады любой помощи. Нет проблем, старшой. Найди Фрэнка. У него есть для тебя оружие. Без проблем. Слушайте, с этим Фрэнком надо быть поосторожнее. Я точно не хотел бы быть его другом. Желаю удачи. Вот, возьми один из этих стволов и боеприпасы. На выбор, да? То есть... Ну, это... Здесь меньше патронов. Я так понимаю, более высокая убойная мощь. Но это больше как автоматическое оружие. Да, у нас здесь рожок есть. А это, я так понимаю, одиночными стрелять. Типа, знаете, как винтовочка такая. А что взять-то? Что взять? Ну, давайте будем снайперить маленечко так. Ну, как бы маленько прицельный огонь в голову. Я надеюсь, что эта пушка убивает с одного выстрела в голову. А вот тот пулемет там 2-3. Ну, типа того. Спасибо. Весьма кстати. Хотя, чисто для простоты игры, наверное, было бы проще автоматик взять, да? На перемещение у нас тратится топливо 2,4 литра. А у нас сколько? У нас 70 литров есть. О, там что-то писали. Надо было прочитать. Там попадание в голову и прочее. Уничтожьте мишени для стрельбы. Выберите оружие. Так, ну нам, я так понимаю, через инвентарь, да? Ты не можешь отказаться от миссии. Через тап у нас карта открывается. Тут, кстати, какие-то подарки есть, да? Или что, это временное предложение? Ладно, пока закрой. Я думал, что я через тап смогу оружие выбрать. Пока у меня кулаки. Ну, я не знаю, может надо зайти, может здесь где-то мое оружие. Бейсбольная бита, простая лопата. Слушай, на лопату это не похоже. Сковорода. Чем биться будем, ребят? Сковородой, битой. Ну, давайте, конечно, сковородой. Какие могут быть сомнения? Я думаю, тут особо, наверное, в принципе, без разницы. Вот это у нас основное оружие, это вспомогательное. Если близко подойдут, будем сковородой отбиваться. Ладно, погнали дальше. Че там? Мишени, да, ваши? Подыщ! Подыщ! Что еще? А, еще тут мишени. Маленько можно было бы почувствительнее мышку. Миссия завершена. Так, возвращаемся в центр, да? 2,4 литра. Туда-сюда. Выстрел в голову наносит в три раза больше урона, ребята. Что скажешь, Фрэнк? С кем ты тут разговариваешь? У меня сейчас нет времени. Сначала научись общаться с оружием, а потом заходи. Готово, проще парень и репы. Итак, раз ты научился стрелять, я могу подкинуть тебе работенку. Интересно? Расскажи поподробнее. Вчера ночью через наше стрельбище прошло стадо зомби. Я хочу, чтобы ты починил там забор. Без проблем. Починить забор. Так. У нас тут еще. Вы дополнительные квесты мне дадите, нет? Привет, привет, как ты? Ладно, у меня есть секрет. Только не говори ничего маме. А, вам нужен 21 уровень умения разговор. Понятно. Похоже, Борис мне, наверное, тоже ничего не расскажет. Тоже скажет, что мне нужен уровень умения. Привет, рад, что ты здесь. Ой, а чего ты весь в говне? Да просто я сидел в тубзике и заводил часы. И они как назло упали туда. Расскажи подробнее. Конечно, это очень интересно. Это все, что у меня осталось от родителей. Ты не мог бы помочь мне найти их? Слушайте, ну в дерьме нас копаться, говорят, это можно и так. Можно сразу. Не обязательно уровень разговора иметь высокий. Забавный квест, конечно. Так, это оно, да? Отыскать фекалии. Ну что, бери свои часы. Готово? Это был сумасшедший ад. Отлично, спасибо. Не беспокойся. Ради друга я готов на все. А что я получу взамен? Я не понимаю. Разговор 20 из 20. Я могу до этого применить? У меня есть кое-что из еды. Но это мои последние припасы. Дай мне это. Минус 5 карма. Понятно. Я не стану забирать твою последнюю еду. Плюс 5 карма. Давайте. Мы будем добренькими, хорошенькими. Окажи мне еще одну услугу. Я оставил в нашем прошлом убежище фото жены. Но теперь я не могу туда вернуться. Что еще? Ты не мог бы сходить туда и принести его? Я отдам тебе снаряжение, которое не использую. Да, конечно. Так. В общем, этому парню нужно найти... А я могу забраться наверх по этой лестнице? Нет? Фиг-то там. Ну и ладно. Курица, эй. Они хотят, чтобы я что-то сделал. Они хотят, чтобы я отправился в старый дом. 7,2 литра. Ну погнали. Это как раз старый дом жены. У нас вот по этому квесту. Погодите. А у нас вот второй квест от Фрэнка какой был. Как вообще посмотреть свои задания? Где у нас здесь меню? Есть что-то вроде меню? Ну ладно, ладно, погнали. Я не знаю. По ходу разберемся. У нас такими темпами скоро бензин кончится. Вот. Попадание в голову 58. Обычный урон 17. Урон взрывом 20. Чтобы вы знали. Следите, как ваше оружие наносит урон. Сейчас мы все проследим. Так, дом жены. Тут уже зомби киш-мя-киш-ки-шат. Они еще, главное, на ходу башкой мотают. Что усложняет задачу попадания в голову. Да е-мое, вот он, видите. И он туда влево-вправо мотал. Я в итоге никуда не попал. Надеюсь, тут никого за спиной у меня нету. Чтобы я был относительно спокоен. А можно я вот так не целюсь? Мне кажется, так тоже нормально. Я не очень люблю приближать. Да, мне нравится, что они с одного выстрела в голову умирают. Да е-мое. Что здесь за куча? Обыщите палатку, найдите фотографию Тани. Здесь ничего нет. Это, собственно говоря, палатка, которую мне нужно было обыскать. Но раз не здесь, то где-то поблизости. А, давайте это ради интереса. В принципе, тоже несложная тема. Ну, как бы можно подходить, отходить и без урона с ними сражаться. У меня еще один вопрос. Давайте перед тем, как мы туда пройдем, я мог в этом домике что-нибудь интересное найти? Все-таки такой большой дом грех не обыскать. Могли бы тут какого-нибудь зомби припрятать. Знаете, что ты заходишь на этаж, а тут хлопот откуда-нибудь, стена проламывается, и оттуда выбегает толпа зомби, и ты типа это, как бы, как сказать... Вот, можешь открыть? Не, он не может с этим взаимодействовать. Было бы прикольно, да? То есть, стена проламывается, и ты, как бы, получается в западне, и нужно срочно отбиться, и у тебя такой мандраж. Возьмите меня, ребят, к себе на работу, это дизайнером уровней. Ну, вот так вот можно их кайтить, наверное, до бесконечности. А, вот фотка, да? Миссия завершена. Фото жены Бориса. Вернуться в город. Что там от нас Фрэнк хотел? Он хочет, чтобы я на стрельбище вернулся? Потому что, видите, здесь крестик пропал, а здесь, как бы, крестик есть. Ну, давайте мы вернемся с Борисом, поговорим. Может, он нас тоже куда-то отправит туда же, куда и Фрэнк, чтобы нам два раза не мотаться. Боря, как дела? Удалось? Готово. Проще паренной репы. Я оценю твою помощь. У меня есть для тебя отличное предложение. Расскажи подробнее. Однажды я спрятал некоторые боеприпасы в определенном районе. Вам просто нужно туда добраться и найти их. Без проблем. Старые боеприпасы. Привет, как ты? Ага, на четвертом уровне у меня откроются с ней всякие диалоги. Так, ну ладно, что, поехали по квестам. У меня тут рюкзак еще что-то горит. А, у нас новый уровень, ребят, второй. Плюс 5 очков умений, плюс 15 бензо. А где умение тратить? Вот здесь, да? Карма 5, умение. У вас появляются варианты разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Так, разговор. Сколько-то там разговора от меня хотели, да? Для какого-то квеста. Огнестрейное оружие, лазерное оружие. Нифига себе. Оружие ближнего боя. Критический удар. Защита целительства. Эффект исцеления увеличивается. Ну, короче, наверное, я аптечками, да? Я себя больше хилить буду. Путешественник. Шанс сбежать. Увеличивает шансы сбежать случайной встречи. А я не боюсь встреч, знаете. Пусть их будет больше. Плюс камуфляж транспортного средства. Работа с отмычкой. Движение отмычки замедляется за каждое очко умения. Вождение снижает затраты бензина во время поездок. Вот это, наверное, важно. Потому что здесь, судя по всему, все завязано на этот бензин. То есть, чем меньше его тратишь, тем быстрее ты, по сути, наверное, выполняешь квесты, прокачиваешься. Потому что, наверное, весь потрачу и все. Нужно будет однозначно только ждать, либо там, я не знаю, либо донатить. Снижает цены на товары у торговцев. Тоже, возможно, неплохо. Но мне кажется, разговор в любом случае нам понадобится для каких-то там квестов. Да. Давайте я пока разговор прокачаю. С лишним наверняка не будет. Там какую-то где-то награду получить. Ну, буквально маленько. Оружие. Просто пока нет уверенности, с каким оружием я хочу сражаться. Поэтому пока не буду качать какое-то конкретное. Вот здесь у меня уже разговора хватает. Не волнуйся, я ничего ей не скажу. Я нашла пистолет. Хотите его взять? Нет, спасибо. Думаю, это идеальная игрушка для ребенка. Ладно. Да, конечно. Вот так вот, ребята. Глок от маленькой девочки. Спасибо тебе, девочка. Так, ну и что? Мы, наверное, можем отправляться, да? У нас варианты либо опять старый дом, либо опять стрельбище. А что, у нас есть какая-то пометка, какие-то квесты? Вот здесь у нас квест починить забор, здесь старые припасы. Погнали забор починим. Меньше, по крайней мере, бензина. И мы можем, смотрите как, мы можем умнее поступать. Я могу сначала в эту локацию доехать, потом с этой локации до той, а потом на базу. И таким образом мы экономим бензин, я так понимаю. Так, здорово, зомби. Даем. Хватит мотать головой. Я не такой снайпер, чтобы прям... Можно пока ты чинишь, я буду смотреть. А, что, все, остановилось? Извините. Я не знал, что я не могу дергаться. Убей 8 зомби. Типа, забор починили, но надо еще зачистить тех, кто успел прорваться на территорию. Может быть, с автоматом и лучше было бы. Там обойма побольше. Знаете, тут несколько раз пострелял, и ждешь перезарядку. Но мы уже этого не узнаем. Лучше было бы, хуже было бы. Ну, может, узнаем, может, нам позже дадут это оружие. Теперь 10 зомби. Есть еще кто? Один кусок кожи. Бутылка воды. А нам вообще это надо? Там кто-то еды предлагал, кто-то воды. Что нам со всем этим делать? Мне нужно есть, пить, чтобы не помереть, или что-нибудь такое. Так, вернуться в город. Можно я не в город? Я вот сюда доеду еще. Раз уж уже выехали из города, мы как бы по пути. Сразу с двумя квестами домой вернемся. Мне кажется, так будет лучше для всех. Совмещать квесты, чтобы экономить бенз. Зомбис. Они, может быть, действительно из этого здания вырвутся чуть позже. Как забавно. Нацелился в одного, убил другого за его спиной. Знаете, что хочу? Какую-нибудь гранату. Ну, пока что игрушка слишком простая, в том плане, что, ну, не требует от тебя каких-то навыков. То есть, нету интриги. Справлюсь я сейчас, зомби, не справлюсь. Тяжело там, страшно. Вообще нет. Может быть, еще в каких-то замкнутых помещениях будет посложнее сражаться, типа вот этого. Но это не точно. Угу. Жать на пробел, да? Пук. Пук. Доступ разрешен. А, наверное, если я прокачаю навык взлома, то она будет медленнее двигаться. Но, на самом деле, по-моему, и так не сложно. Наверное, будем навык оружия все-таки следующий качать. Хотя, если честно, мне кажется, что качать, наверное, надо сразу вот это энергетическое оружие, да? У меня его еще нет, но, наверное, оно будет самым крутым, которое здесь есть в игре, и нужно сразу к нему готовиться. Но это у меня такие мысли, ребят, если я где-то не прав, вы можете меня в комментариях поправить, если у вас уже опыт в эту игру имеется. Все, нам больше здесь нечего делать, да? Возвращаемся домой. Что, что скажете, ребят? Вам нравится, как я справляюсь? А где с кем поговорить? Борис, вон, да, готов квест принять. Готово! Проще парень и репы! И что, все? Даже новый квест не дашь? Он торгуется? Что-то горит над головой новое. Рюкзак? Это что? Кусок кожи. Найденные предметы можно продать только торговцам. Продать все куски. Ну, а для крафта мне оно не надо? У меня, смотрите, у меня, в принципе, вот рюкзак, да, он довольно быстро забивается. Ну, давай все ему продадим, потому что нам надо как-то рюкзак чистить. Есть энергетик, скорость движения повышает. У меня есть бутылки воды, лечение дает. Ну, то есть, это как хилочки, да, такие. Паек, тоже хилка. От воды чем отличается? Ценой вижу гораздо всего очков здоровья 72 восстанавливает. А это так, маленечко, шестерочку. Здесь еще у меня, я смотрю, есть всякие шмотки. Я надеюсь, они прямо сейчас нам не одеты. А я не знаю, где вообще вот как бы то, что одето, а то, что нет. Вот здесь вот как бы вкладка предложений. Я могу сразу какой-нибудь крутой дробаш, карабин взять. 5000 стоит, 1600 броня. Бита. Слушайте, бита мы могли, о, смотрите, бита 1400, вот эта фигня 1100. Сковорода самая дорогая вещь. Мы правильно сделали свой выбор, хотя делал я его как бы наобум. Ладно, ребятки, ну, в целом как бы понятно, что здесь нас ждет. Можем еще пробежаться квесты сдать. Вон, Фрэнк там наверняка хочет нас отблагодарить за нашу работу. Готово, проще парень и репы. Превосходно. Может, ты хочешь заглянуть к торговцу? Он только что прибыл в город. Сходи, посмотри на его товары. Вот, держи немного денег. А, ну, мы уже были у торговца, но у нас теперь еще и деньжата есть. Мы можем действительно, наверное, что-то у него прям прикупить себе для следующей миссии. А следующей миссии у нас уже наготове. Нас он уже хочет старшой видеть. Ну, и Фрэнк тоже хочет с нами еще о чем-то поговорить. Но я думаю, если как бы у нас какие-то миссии есть, то оставим их уже на следующий выпуск. А у меня на этом все. С вами был 11.1. Спасибо за просмотр и до новых встреч.